Приветствую вас. На самом деле мне кажется, что по большому счету речь идет про разность ваших ценностей, что на мой взгляд абсолютно нормально, что у двух людей могут быть совершенно разные ценности, совершенно разные взгляды, совершенно разные моральные некоторые моменты и так далее. То есть у вашего мужчины один взгляд, одна позиция, один опыт, одна психологическая реальность и одна готовность к чему-то. У вас совершенно все по-другому, и это нормально. И, наверное, хорошая новость здесь заключается в том, что вы не обязаны быть тем, кто так иначе вас не устраивает. Хорошая новость заключается в том, что вы можете выбирать, с кем я быть, вы можете выбирать, с кем я находиться, вы можете выбирать, быть ли вам, ну, вот, в отношениях с человеком, находиться ли вам в отношениях с ним или нет. Вы склонны к этому, вы можете, точнее, это выбирать. Вот, это то, что, на мой взгляд, является хорошей новостью. Я думаю, что, в принципе, вы бы так и поступили. Потому что, наверное, так поступает человек, когда сталкивается с такими вещами, которые резко идут в разрез с ценностями. Вот, например, это может касаться такой истории, как насилие, это может касаться такой истории, как некоторых моментов поведения, это может касаться моментов, связанных с моральными выборами, вот, и так далее. То есть, это очень важный аспект. Но вы почему-то на это реагируете шоком. Не то, чтобы, это плохо, на мой взгляд. Просто, просто момент, мне кажется, в том, что вы немножечко как-то на это реагируете, возможно, чрезмерно. И связано это, может быть, только с вашим прошлым опытом измен. Связано это с тем, что для вас это болезненно, скорее всего. Ну, то есть, фактически, может быть, вы изменяли, но по факту вы это делали не потому, что вам этого хотелось. Может быть, может быть, по той причине, что вам было больно, может быть, вы это делали из чувства страха, может быть, вы это делали из ощущения безысходности какой-то, а может быть, из всех этих моментов вместе взятых. Так, к сожалению, бывает. И, конечно же, когда человек по итогу озвучил вам свою такую позицию, позицию, мягко говоря, специфическую и не для всех, то вы отреагировали своей болью на фактор измен. Важно здесь, в вашем отношении к этому, не то, как вы реагируете на мужчину. Мужчина, в принципе, может делать то, что хочет, как и вы можете делать то, что хотите. Важно то, как вы это проживаете, а проживаете это вы, судя по всему, не очень. На самом деле, действительно, большое количество измен, большое количество всякого рода азюльтеров происходит у людей именно на фоне кризиса. Именно происходит, как способ, как способ как-то справиться с кризисом, как способ его перешить, как способ с ним как-то обратиться. И, к сожалению, не всегда это получается. То есть, к сожалению, очень часто измены только-только лишь усугубляют какие-то негативные переживания, вот, не решая при этом проблемы. Вот, поэтому нет ничего удивительного, на мой взгляд, в том, что вы отреагировали таким образом. На мой взгляд, это абсолютно нормально. Другой вопрос, что вам с этим делать дальше, и как вам обращаться с тем, что вы чувствуете, вот. Можно прожить, ну, помочь вам прожить негативные эмоции от прошлых отношений, которые у вас закончились, а не у вас по какой-то причине, ну, закончились или заканчивались. Вот, то есть, вы как-то, вот, в отношениях ведете себя так, что, ага, это приводит к разрыву. Слово, что-то не обвинение вас, поймите, пожалуйста, правильно, я не пытаюсь вас ни в чем обвинять. Моя цель, она больше в том, чтобы обратить ваше внимание на какие-то вещи, чтобы вы постарались для себя какие-то моменты увидеть и понять. Конечно, вызывает вопрос, на мой взгляд, еще и то, что почему-то ваш мужчина, во-первых, долго не хотел говорить, вы его заставили, когда сказал, вы относились к этому негативно. На мой взгляд, люди не без причины пытаются что-то не говорить, если вы, вот, вы пишете, например, что, сейчас я зачитаю, вы просили правду, какой бы она ни была, для чего вам эта правда, зачем? Я думаю, для того, чтобы чувствовать себя спокойнее. Я думаю, что это связано с тем, что вы себе не доверяете, не можете себе доверять, не можете на себя опираться, вам это сложно. Вот. Вот, в принципе, то, что я мог бы вам сказать. Дальше, значит, давайте теперь ответим на ваши вопросы, которые вы задаете. Как правильно реагировать на такие фауы? Ну, собственно, как вы уже реагируете, так реагируют. Тут я вряд ли могу что-то добавить к тому, что уже ответили мои коллеги. Единственное, что я бы, я бы, пожалуй, вашу реакцию как-то поисследовал. Единственное, что я бы постарался бы как-то лучше для себя понять, что это за реакция, да, что она из себя представляет, какие конкретно чувства вы испытываете. Потому что вполне возможно, что вам не только неприятно, но и, может быть, страшно, может быть, вы чувствуете ревность, а может быть, вы чувствуете там что-то еще, например, оскорбленность, или, например, чувствуете, что как будто бы у вас мужчине мало. Такого, в принципе, тоже достаточно было. Тут надо смотреть, как вы себя чувствуете, вы говорите, что неприятно, но в этом неприятно, и есть что-то еще. Нормально ли это или тревожный звоночек? Нормально для кого? Тревожный звоночек для кого? Если вы придерживаете той позиции, что отношения, например, должны быть классическими, то это не тревожный звоночек. Это показатель того, что мужчина на классические отношения просто-напросто не готов как бы переходить. Ну вот, сейчас это не звоночек. Это мужчина выступает за свободные отношения, чем бы это ни было, и он от этого получает удовольствие. Лучше знать об этом или попросить больше эту тему не принимать. Вот здесь, я думаю, вы прикладываете ответственность за свою жизнь на нас. И связано это с тем, что, опять же, вы здесь испытываете тревогу, боль, сомнения, может быть, что-то еще. Вот. Я думаю, что вам это нужно решить само или для начала разобраться нужно вам в себе, в своих чувствах, в том, как вы воспринимаете себя и себя, и воспринимаете человека. Вот. От того, что вы не будете, например, эту тему поднимать, никуда не денется ваше теперь, ну, ваше настоящее знание. От того, что вы будете знать, как бы, вряд ли уйдет ваша боль. Поэтому, мне кажется, что здесь вопрос цели, то есть, если знать зачем, а если не поднимать эту тему, то тоже зачем, ведь он и не хотел поднимать эту тему, вы его попросили. Вот. От таких своих приключений отказываться, как я поняла, он не планирует, ну, он и не должен это делать, там, кстати, его жизнь, он распоряжается ей так, как хочет, а есть еще ваша жизнь, в которой вы также распоряжаетесь, как хотите. Вот. Поэтому я думаю, что, я думаю, что это залог здоровых отношений. Вот. В целом, у меня такое ощущение, что вы столкнулись с, действительно, с потрясением, вот, действительно с шоком, вот, и как будто бы ваши ожидания, которые вы, ну, которые вы возлагали на человека, не оправдались. Сейчас вам от этого очень больно. Ну, или очень больно, или достаточно больно для того, чтобы немножко потерять себя, потерять вообще понимание, от чего вы хотите и так далее. Поэтому я бы здесь не спешил бы, а поработал бы, разобрался в себе, может быть, вместе с мужчиной я бы обратился к семейному психологу для того, чтобы лучше понимать, о чем идет речь, может быть, лучше понять друг друга. Ну, худшее, худшее, что вы можете сделать в этой ситуации, это начать менять себя или него. Худшее, что вы можете сделать, это начать, ну, условно говоря, требовать от человека, чтобы он под вас подстраивался. Вот, хуже этого вы вряд ли можете что-то сделать. Потому что, как не подстраиваться, а все равно будут определенные трудности, определенные проблемы. Вот. И это, кстати говоря, может вполне себе вылиться в измену. То есть, момент здесь в том, что вы, скорее всего, сами изменяли именно потому что обстраивались. Потому что пытались получить для себя в отношениях что-то, чего вы не можете, по вашему, по каждому мнению, получить в других, ну, при других обстоятельствах. Вот. И в такой парадигме реальности вы живете. В таком вот, может быть, страхе, тревоге вы живете. Я думаю, что с этим нужно расстараться. Вот. И так, отвечая на ваши вопросы, еще раз резюмируя. Правильно реагировать так, как реагируете вы, но внимательно изучить свою реакцию лучше всего с помощью психолога. Нормально ли это или тревожный звоночек? Нормальный или тревожный звоночек определяете вы, исходя из своих ценностей. Лучше знать об этом или попросить больше не понимать этому, для чего. Здесь у нас нужна цель. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. И удачи.